всем здравствуйте кто смотрит записи напомню что можете смотреть немножко ускоренно 1 25 сегодня у нас такой онлайн практикум исследования как жить уже полной жизнью прямо сейчас этот практикум в преддверии онлайн ретрита чуть позже про него расскажу и сейчас уже начнем прям исследовать так немножко у меня тут освещение такое слабенькое сейчас у нас ретрит в карпатах вот там группа сейчас как раз занимается вот пока 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 мы с вами здесь практикуемся так ну что значит тема заявлена на этот практикум как уже жить полной жизнью прямо сейчас вот напишите пожалуйста в чате кто в записи тоже смотрит тоже напишите кто в каких обстоятельствах там или завис или ожидаете что что-то изменится вот как-то общая информация общая ситуация изменится или придут лучшие времена вот или какие-то какие-то не время что-то уже делает в своем уме вот а в действительности ничего не происходит то есть в уме вроде бы как бы там что совершайте какие-то действия в действительности никаких действий не совершаете вот и еще может быть кто живет в таком ну скажем так такой мысли что все будет хорошо когда-нибудь в будущем все будет хорошо вот а сейчас пока ну ничего не изменяется так считаю быстрочат война уехала за границу неопределенности жду да но в принципе вот этот эфир он примерно год назад первый раз я его проводил в таком с таким названием с такой сутью и в принципе он был предназначен как раз людей которые уехали и не чувствует себя дома вот они знают или возвращаться или не возвращаться и там не дома и тут не дома так читаю дальше в уме я жду своей реализации своей профессии жду своей реализации своей профессии бывают зависаемыми ощущаю что лет пять как завис начал недавно совершать действия которых не делал наблюдаю супер супер не понимаю точно чего истинно хочу предлагаю работу другому и все все не то боюсь перемен жду когда случится моя реализация уже два года не пойму чем заниматься супер спасибо что делитесь как раз это для ну как для нашей темы уже будут тоже контекст бывает что подвисаю в ожидании что все будет хорошо в уме очагу колы нареште буду отремовато гроши реализации очикует на чудо вот это очикует это вот тоже вот смотрите вот это уловите даже может быть вы и что-то делаете но вот это сам процесс ожидания что что-то произойдет и тогда вот будет буду я более счастлив у кого-то к кстати да давайте такое что еще штуку тут есть реакции смотрите тут есть вот такая реакция вот такая реакция сейчас показываю кто записи смотрит показывают от реакции зуме вот ну такая вот есть реакция я вас прошу давать обратную связь для того чтобы я там второй третий раз не объяснял по кругу пока увижу ваших глазах понимание вот если все зашло информация вы или или реакция или просто рукой так вот показывать понятно жду вашу реакцию все супер благодарю благодарю так чтобы мы тоже как в общем поле были в интерактиве с вами да вот вот это сейчас хочу обратить ваше внимание сейчас уже пойдем в сам практику прямо сейчас по понаблюдайте и честно искренне себе признайтесь если такое ощущение что как будто бы все таки вы ожидаете что что-то должно произойти или что-то будет в будущем что сделает вас более счастливым вот что счастье у вас где-то впереди помашите рукой или покажите кто у кого такое есть хорошо благодарю вот вот себе вот это вот отметьте отметьте вот этот момент что есть так что в моем уме есть такая программа которая создает вот такой ну такой фон такой паттерн то есть я сейчас не проживаю на полную вот а где-то там впереди и то есть это впереди все время впереди она никак не наступает потому что в этой трехмерной иллюзия будущее всегда в будущем отметили хорошо значит дальше читаю быстренько жду между делом что-то делаю но не прямо то что хотела делаю много всего делаю что-то для себя но мало супер я понимаю что все и так уже ок но сложно себя заставить серёга заставить тебя в детстве заставляли до понятно теперь этот взрослый такой вырос и этого ребенка продолжает заставлять ну психология но это не обязательно тоже год или два ходить психологу можно просто разобраться внутри себя кто там вообще с кем кого заставляет хорошо сложно себя заставить что-то делать из-за полной апатии и нежелание действовать как будто жду лучших перемен времен для этого ребенка этого необходимо освободить вот этого заставляния и апатия у него пропадет потому что ребенка нету апатии жить так как ты хочешь понимаешь вот тут вот тут это разбирать хорошо но пока сейчас информация в общем а такие детальные там уже по поводу вот этого то что сейчас говорил цесаре я тебе это на ретрите там можно уже разбирать по скажем так по винтикам по кирпичикам супер благодарю ожидание что все будет хорошо завтра и что обязательно кто-то появится в моей жизни жизнь сразу наладится супер ребят благодарю вас за то что делитесь своими вот этими представлениями такими да запись будет запись есть жду когда это произойдет или бегу не в ту сторону в уме уже давно открыла свою практику и все держусь за старую работу чешом городе жду когда случится чудес чудо что все решится туманись розуму думки по колу уехала за границу живу сегодняшним днем радуюсь жизни все прекрасно и происходит здесь сейчас благодарю за перемены класс 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 германия неопределенный скоро учеба на языковых курсах мотивация небольшая хорошо ну штура я думала что я одна такая ну вот это пусть вас не очень радует потому что вы присоединяйтесь никто не к той теме вообще понимаете типа ух я не одна такая несчастная вот у нас много таких нашли группу типа поэтому по несчастью нет туда не идем давайте искать кто вообще счастливый реализованный на полную вот и и как вот вообще так вот можно хорошо значит сейчас введу сразу такое понятие которая так ну может подсветить сейчас вот это куда куда мы попали ну я скажу так что скорее всего большинство из вас слышали такое то что сейчас мы живем некое время перемен перехода восприятия там из трехмерного пятимерное слышали такое ну кто не слышал значит слышите вот это ну это уже принципе там до 12 года там эта информация как-то так или иначе загружалась вот и вот это трехмерное восприятие но характер ну как бы можно сказать так что характеризуется тем что мы воспринимаем в этом восприятие жизнь через свои представления через ум через веру через представление через убеждения вот а переходим восприятие когда мы начинаем воспринимать просто из-за сознания осознание действительности и того же ну и себя и вот когда мы осознаем себя то у нас появляется возможность реализовывать себя то есть действовать по своему отклику действовать из своей сути из своего предназначения вот следующий кстати эфир будет по про ответственность про отклик вот давайте тут такую маленькую ремарочку ответственность для вас воспринималась как это легкость свобода или это надо должен и груз ну первое или второе легкость и свобода или надо должен и груз так ну я тут уже вижу что тут уже многие единичку показывают а кто-то показывает двоечку вот так вот это в вот этой трехмерной иллюзии ответственность это груз а в действительности ответственность это свобода свобода действовать и делать то что ты чувствуешь и хочешь вот сейчас это уже как бы подводка к тому что мы будем начинать нахит это как жить полной жизни прямо сейчас а не когда-то потом никогда так вот если ответственность это свобода действовать так как ты чувствуешь теперь просто представьте что как вы будете себя чувствовать если в каждом моменте будете делать так как вы чувствуете Жить так, как вы чувствуете. Как вы будете тогда себя чувствовать? Вот почувствуйте. Можете написать в чате. Если вы в каждом моменте будете делать только то, что чувствуете. Не то, что надо, не то, что вам, скажем так, загружает там из коллективного, а то, что вы чувствуете. Вот из вашей сути идет. Классно, обалденно, радость, счастье. Удовлетворенно будете себя чувствовать? Удовлетворение будет, если вы в каждом моменте будете делать только то, что чувствуете. Вот, жить на пол, жить жизнь, жить живую жизнь, удовлетворение, жить на полную. Замечательно. В принципе, я так и стараюсь уже два года, но выброс не тот. Значит, необходимо посмотреть, может, какие-то еще пока искажения. Цеутопия. Ладно, Светлана, ты пока так... Да, я вам вот что предлагаю. Давайте так, Цеутопия. Я вам предлагаю не верить тому, что я говорю. Прямо вот так вот сразу. Такой антидот против ума, который в неверии находится. Не надо верить тому, что я говорю. Просто воспринимайте. И не надо отвергать. Вот, может быть, там следующий эфир про ответственность уже будет конкретно. Вот, и пазлики как-то сложатся. Поэтому пока вот не веря, отпускаем таким образом. Не надо верить в то, что я говорю. Просто чувствуйте вот в своем сердце. Так это или не так. Вот там у вас сердце будет откликаться. Так или не так. Особенно дальше то, что информация будет идти. Значит, и теперь следующий момент. Если вы в каждый момент времени, всю эту жизнь, до сколько бы там вам ее не было дано, будете жить в удовлетворении. Потому что вы все время делаете в каждом моменте то, что вы чувствуете. Как такая жизнь вам? Сейчас просто, ну, прочувствуйте это. Прочувствуйте, прочувствуйте. Я понимаю, что там может не вериться, потому что там же другой опыт у вас. Но если у вас есть способность, ответственность, как свобода действовать в каждом моменте, так, как вы чувствуете. Вот. И это не то, что разочек какой-то. А вы просто обрели такую способность, выгрузив все ложное, жить так постоянно, в каждом моменте. Начиная с простых вещей, не обязательно там сразу какие-то грандиозные проекты реализовываются. Начиная с простых вещей. Если уже мы пока дорожку эту не нащупали свою, вот, то нащупываем из простых вещей, с элементарных. Хорошо, легкость до мурашек, свобода. Будет ли у вас какие-либо сожаления в конце такой жизни или нет? Почувствуйте просто. Есть ли о чем-то сожалеть? Если вы не пропустили никакого момента. Если вы никакой момент, у вас нет сожаления о том, что там вы почувствовали отклик кому-то сказать, я тебя люблю, и вы это сделали, не подождали потом, когда уже поздно. Вот. Или когда там какое-то что-то новое куда-то пойти и что-то сделать, и вы не пропустили этот отклик, и вы это сделали. Ну, не от конца жизни. Да, да, да. Ну, все правильно. Я имею в виду, пока мы здесь вот реализовываемся в земном плане. Жаль, что быстро... Сейчас мы пока... Что делаем? Мы пока такую экскурсию, чтобы эти состояния вообще прочувствовать, что они вообще... Если мы можем это представить, если мы можем это допустить, значит, это есть. Понимаете? Если мы можем это... Вот это уловите. Что если мы можем это допустить, что это возможно, вот, то это есть. Вот. Вопрос только в том, как это реализовать. Хорошо. И теперь к нашей теме сегодняшней. Есть такое понятие, как реальность. Реальность. Вот. Альность. В принципе, в интернете вы можете найти это слово. Оно так вышло из обихода, но оно есть, существует. Альность – это все. Все. Вообще все. Как вот в английском all. Вот. Альность. Вот это слово, оно во многих словах используется. Реальность, гениальность, сексуальность, там, дуальность и так далее. Вот вы, когда начнете смотреть, увидите, что много слов с этим словом. Альность. Альность – это все. Вот. Ну, приставка, она каким-то образом это все, скажем так, показывает, что это какое-то, ну, определенная сфера этой альности. Вот. И сейчас давайте про реальность. Слышали ли такое, что каждый живет в своей реальности? Каждый живет в своей реальности. И давайте посмотрим, каждый посмотрит сейчас про свою реальность, в какой реальности вы живете. Вот. Альность – это все. Аре, можно так сказать, что это или как отзеркаливание, или как повтор. Вот. Ну, как, в принципе, это как одно и то же, что это как повтор, может, как отзеркаливание, или, ну, то есть, как синонимы в какой-то степени. какой реальности вы живете вот вы писали там кто-то где-то там завис кто-то думает но в действительности там по-другому вот так вот эта реальность которой вы оказались она вам не создана вы полностью отвечаете за эту реальность сто процентов вы каждый элемент в этой реальности создали самостоятельно вот или она частично подгружена извне или 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 если не то чтобы частительно в основном подружена извне вы оказались в реальности которая которая не вами создана давайте так если если бы это была ваша реальность вы бы ее такой вы создали вот это вот сейчас уловите этот момент если бы эта реальность была создана вашей волей вашим осознанием вашим вот этим откликом жить так как я хочу она бы такой бы было вот то есть сейчас это вижу что многие пишут нет вам необходимо это признать осознать вот эта реальность которой вы оказались это как вы живете в принципе свою жизнь хорошо пусть там даже у вас там на 60 на 70 процентах вас устраивает даже вот эти 30 процентов не говоря о том что возможно вообще почти ничего не устраивает сейчас вот эту реальность внутренний яркий мир ну в этом внутреннем ярком мире вот так же вот эта реальность которая которая воспринимаете вообще окружающий мир в том числе то что вы воспринимаете как свое окружение хорошо одну помните что куда внимание туда энергия все помнился знают это что мы своим вниманием создаем действительности свою ряд то есть мы с помощью боем внимание направляю на реальность создаем действительность вот и сейчас мы про действительность еще поговорим что вообще такой действительность, где реальность, где действительность. И чтобы дальше сейчас пойти, сейчас помню такой опыт. Вы наверняка все уже про него слышали, знаете, видели. Вот опыт с квантами. Что когда наблюдателя нет, кванты ведут себя как волна. Когда наблюдатель есть, квант ведет себя как частица. Все знают, да? Все слышали про этот опыт? Вот. И как-то я смотрел одно видео, и там в ролике такое предположение, гипотеза такая, но она очень как бы у меня резонирует. Вот. Что если вот такая вот ситуация, что нету наблюдателя, все это просто волна, все. Вот есть наблюдатель, все оформляется форму, становится формой, частицей. Вот. То возможно Бог через наше восприятие, через наше внимание создает вот этот феноменальный мир, форм. то есть мы своим вниманием, вниманием собираем вот из этих элементарных частиц мир, мир форм. Нету наблюдателя, волна. Все бесформенно. Есть наблюдатель, есть форма. Вот. К чему это я сейчас говорил? К тому, что куда внимание, туда энергия. То есть мы своим вниманием создаем формы, вот, и фактически действительность. Теперь я вас спросил тогда, вот эта реальность, которой вы оказались, вами создана, или не вами создана? Вот. Вы прямо так живете, так, как вы хотели или нет? Но вы смотрите на ту реальность, которая там загружена у вас, вот, и своим вниманием создаете ту действительность, в которой оказываетесь. Это понятно? Понятно? Хорошо. Супер. Теперь. А теперь давайте выйдем вообще из реальности в действительность и посмотрим, что как в действительности, что вообще в действительности происходит. Давайте почувствуем. Сейчас это практика. Сейчас не просто слушаем, а идите за моими словами и делайте. Делаем с открытыми глазами. Почувствуйте тонкое чувство, которое вы чувствуете, когда вас называют по имени. У каждого в своем месте, не смотрите на других, покажите, у кого экраны включены, у кого не включены, тоже можете показать. Да, вот я вижу, Света показывает здесь, грудь. Вас называют по имени и у вас отклик происходит. Отклик. Это тонкое, это не в центре груди, в груди. может кому-то горло, солнечное сплетение, неважно. Неважно, тут нету правильного, неправильного. Вообще нет отклика имени. Таня, 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 как ты вообще, когда тебя кто-то зовет? Таня, происходит у тебя откликание, посмотри, горло в голове. хорошо, и сейчас мягко, не без насилия, просто переместите в центр груди. Вот это чувство, я, перенесите в центр груди. Не то, чтобы там все время правильно было. Скажите, Данил, 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 о, заработало, пошел, отклик. В центр груди, в центр груди. И сейчас держим вот это я в центре груди и посмотрите, откуда происходит наблюдение. Откуда вы наблюдаете за ощущением я, за всем происходящим, пространством, в котором вы находитесь. Наблюдатель. И найдите, откуда раскрывается наблюдатель в этом, в трехмерном пространстве. Хорошо. Так приятно стало улыбкой, много воздуха в груди. В голове у кого-то, над макушкой. Найдите. У каждого тоже сейчас субъективное свое место. Может быть на плече, может быть третий глаз, глаза, над головой, где-то в другом конце комнаты. Чуть сверху над головой, где третий глаз, глаза сбоку сверху, задней части головы, ощущение счастья уже. Раскакивают такие сообщения. Хорошо. Значит, и сейчас будь просто этим наблюдателем. Вот. И наблюдатель. Что еще сейчас делаете? Совместите наблюдатель, где бы он там ни был, и ощущение я в центре груди. Я и наблюдатель одно. Вы смотрите через глаза, понятно, у вас зрение из глаз идет, но как наблюдатель, пусть у вас раскрывается из центра груди. Тут не так важно, что центр груди, что я и наблюдатель одно. Вот это вот соедините. Я и наблюдатель одно. Вот целостное такое восприятие. И наблюдайте, что изменяется сейчас. И сейчас пишите в чате, что изменяется. И давайте, чтобы усилить это ощущение, я и наблюдатель одно. Обратите внимание, сконструйте внимание на дыхании. сам момент дыхания. Не просто, что я дышу, а сам момент. Вот чтобы уловить вот этот момент, живой момент, действительности. Дыхание происходит в действительности. Вот это, чтобы сейчас, нам действительность необходимо осознать сейчас. Дыхание происходит в действительности, не в воображении, не в прошлом не в будущем нигде либо еще дыхание происходит в действительности здесь и сейчас всегда при том вот и концентрируясь еще на дыхании вот прям настройте резкость в этом моменте я и наблюдатель одно концентрация на дыхании и настройте резкость в этом моменте уловить этот момент да и пишите что меняется не заглядывая в мысли в прошлое в какой-то прошлый опыт него что просто этот момент спокойно расслабление ощущаю что я дыхание глубокая штиль споки и ревновага появился интерес и спокойствие вот интерес уже появился спокойствие чистота и пустота в голове ясно в голове ясность нет мысли легкость ясность расширения ощущение единства смотрите другие состояния то есть всего лишь это минута фактически прошла держим 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 я и наблюдатель одно дыхание нежность смеюсь не могу надышаться мурашки по телу груди щекочет голова пустая класс спокойствие улыбки тихая радость я сейчас буду вас спрашивать вы просто это состояние ну пока это может быть как постарайтесь вот пока еще там программы есть могут может быть пока требует вот вас усилия я и наблюдатель удерживать дыхание на дыхание внимание и не заглядывать в мысли не заглядывать в кино давайте я вас тут спрошу пару таких уточняющих вопросов вот кто пишет четкое понимание действий даже уже появилось хорошо я спрошу умиротворение здесь есть вы просто можете не писать и отдавать обратную связь есть я и наблюдатель кстати все здесь сейчас все здесь сейчас я и наблюдатель одно дыхание этот момент здесь и сейчас умиротворение есть спокойствие есть пока есть чувство дома такого духовного внутреннего есть тут это как раз по поводу того кто потерял дом вы можете его потерять действительности вот смотрите сейчас вот эта действительность дыхание я и наблюдатель одно в кино не заглядываем там я куда-то уехал в другую страну или что-либо еще куда-то переехал дом дом потерял этот момент вот смотрите реальность мы с вами там пять минут назад с вами проговорили а вот она действительность вот этот момент здесь сейчас вот действительность не то что было там в голове вот она действительность там дик действия возможно там где дыхание происходит вот это вот это вот переход в 5 в пятимерное восприятие вот здесь пятимерная там потом вам еще ну некие такие признаки тут вообще в пятимерном восприятии много чего по-другому воспринимается держим 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 я и наблюдатель одно практику не сползаем и дыхание кстати можете дышать в будущем или в прошлом вот про действительность вот это вот ну тут кто первый раз сейчас ну вообще с этим сталкивается что сейчас вы проживаете то может быть удивление как вообще я не знал такого простого вот что вот она действительно здесь мне почему-то пару дней сложно быть осознанно не могу сосредоточиться на том что вы говорите меня как будто отключили дыхание дыхание не перекладывая ответственность на непонятно что наш в своей реальности то есть меня как будто отключили кто вообще здесь отвечают за за то как я живу знаете я поэтому возвращаем себе ответственность следующий эфир про ответственность там будет более понятно там про это что такое ответственность хорошо есть теперь покой умиротворение чувство дома вы можете потерять чувство дома есть в действительности вот так вот вопрос стоит дыхание держимся в действительности можете потерять чувство дома в иллюзии можете там в реальности тайне которая не ваша загруженная можете потерять а в действительности можете потерять не можете хорошо теперь дальше я и наблюдатель одно держим мы это исследуем действительность летами восприятие из действительности и дыхание еще раз не как процесс вот вы мне слушать а все равно слушайте и держите внимание на сам на самом моменте дыхание сколько длится этот момент держимся держим сколько длится этот момент не идем вот прямо осознаем здесь и сейчас вечность 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 он же не начинается не заканчивается все время здесь так или нет здесь это все время здесь вот она действительность она все время здесь не начинается не заканчивается не не той какой-то там дискретности этого момента тут он все время стабильный здесь все меняется а момент нет все время здесь и сейчас вот хорошо я вас там спросил этот момент это является действительностью он не заканчивается это всегда здесь сейчас вот это состояние которое вы сейчас чувствуете это временное состояние которое в результате того что мы сейчас там что-то соединили или в действительности это всегда здесь сейчас было есть всегда сейчас в ум не заглядываем потому что там там-то реально загружено внимание поэтому сейчас исследуем вот что в действительности на данный момент временно подожди это ты сейчас смотришь ум включился дыхание можете еще ощущение в теле подключить вот ощущение в теле это тоже сейчас всегда есть данный момент он всегда сейчас настоящий момент еще другое слово есть настоящий момент всегда есть хорошо теперь еще держимся значит следующая пару вопросов таких которые сейчас пусть меняет ваши нейронные связи прямо сейчас я и наблюдатель одно дыхание этот момент что же с ощущение времени его нет нет так сама уже пишет дом где я действительность где мое живое присутствие и дыхание время исчезла оно есть вопросы время время становièrement времени нет вне времени его нет расширяется время расширяется но иногда еще тут так говорят что замедлилась типа время замедлилось но вы то знаете что время это также тикает вот это значит что что время не заметилаость это значит что ваше знаменитый необходимым ссылочку а это значит что ваше восприятие ускорилась вот в этом восприятии и состоянии ваше восприятие относительно времени стало быстрее для относительно того которое было в ментале просто стало быстрее что это означать может это означает что в одну единицу времени у вас способность воспринимать становится гораздо на порядок больше вот и это означает что способность обрабатывать информацию вашим интеллектом в одно и то же время становится на порядок больше возможностей быстрее то есть это кроме того что вы в действительности осознаете действительность еще ваш интеллект работает совсем на других скоростях это как из калькулятора перейти в кван на квантовый компьютер вот это примерно такой переход можно так сказать из 3d в 5d ваше восприятие то есть ваша эффективность вашего интеллекта становится на порядок больше эффективность больше становится так времени нет или замедленно сдерживаемся сейчас пришел инсайт не зависаем мысли типа дума обдумывать это я и наблюдатель одно дыхание и так пришло и пришло все никуда это уже не денется дыхание этот момент этот момент держим 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 мысли есть помашите головой мысли нет но всяком случае хаотичных нет но думать вы способны способность думать не потеряно размышлять вот но хаотичных мыслей которые вот так вот крутились там прыгали из одной другой этого нет есть такое хорошо сейчас еще личность есть не заглядываем там представление и мысли какие-то личность тут есть сейчас а я есть я есть смотрите времени нет а я есть мысли нет а я есть личности нет а я есть я есть так вот это я есть это временное или это то что есть всегда мысли приходят и уходят личность там то есть то нет вот вот это я есть это временное для то что есть было всегда просто смотрели немножко в реальность не свою есть всегда есть я есть здесь и сейчас здесь сейчас не забываем потому что это же действительность всегда вот это сейчас выражение как вам откликается это так или не так вот это требует доказательств каких-то там не знаю кому-то что-то доказать или это просто то что есть что невозможно утерять вы можете это потерять здесь в действительность сейчас вот это сейчас в реальности понятно там кино можно пойти посмотреть и временно перед перевести внимание не я ездить сейчас всегда вот она кита картинке на экране я есть сейчас ощущение силы и мощи какой-то супер у меня от этого выражения сейчас подкатили слезы сдерживаемся просто дышим константа для меня нет но это не понял к чему тут этот сейчас сообщение вот потому что для меня это для кого я езжу сейчас всегда есть тут кто-то кроме меня в этом мне хорошо доказательств не нужно есть хорошо и теперь то что держим я и нам дать или одно что у нас сейчас выяснилось я ездить сейчас всегда я потерять это не могу то есть если что-то в этом моменте несовершенно и дальше еще отдыхание этот момент я есть вот это совершенное или с ним что-то нужно сделать я есть вот это я истинная она совершенная или его необходимо подправить я совершенно совершенно и теперь вот про эту иллюзию реальность которая как я спросил этого не создана или это частично подружной зне есть такое видение но это не то что сейчас вот мы определили ну многие могли это слышать там из индуизма вот что мы проживаем в мае вот это вот иллюзия реальность в мае вот тальтеки говорили тальтеки это ну кастанеды маги вот они видели это таким образом что что некая космическая сущность делала невероятную вещь создала иллюзию таким образом что каждому дала свой ум вот и вот этот вот эта штука которая у нас разговаривает там внутри вот это как раз вот часть этой иллюзии вот и тальтеки говорили у нас внутри нечему разговаривать сейчас мы когда соединили я и нам дать или одно вот раз замолчал нету мыслей время остановилось вот и в принципе вот этом состоянии вы можете это даже в какой-то степени принять такое что это возможно что у нас внутри не чему разговаривать этот переход в пятимерное восприятие он ну признаком является то что у нас замолкает ум вот ему и у нас появляется способность осознавать вот и взаимодействовать не даже не думая давайте не думая вот через осознание вот я потом уже в ретрите когда мы начнем покажу там вам некоторые приемы как это вот осознать и что мы можем вас через осознание просто вот не используя вот этот ум который который создан нами с этой реальностью которая там загружена не нами хорошо теперь и у признаки вот этой иллюзии сейчас покажу несколько моментов которые вы сможете сейчас вот в той реальности которая создана не вами вы видите что вы так так бы не хотели вот сейчас бы вы могли бы вы можете даже сейчас вот сейчас держите здесь сейчас я наблюдатель одно дыхание что если вы не будете направлять внимание на ту реальность которая вам не нравится вы можете сейчас направить внимание на то что вы хотите на то что вам откликается и своим вниманием создавать такую действительность и жизнь такую как вы чувствуете так или нет они жить вот в том кино которое там вам не подходит вот и при как эта иллюзия загрузил загружена признаком этой иллюзии то что ноут мы последнее время так собрали и но чувствуем что похоже очень вот исследуем я не утверждаю все вот что одно из таких фундаментальных скажем так программ этой иллюзии является синдром люцифера вот что что это означает это ощущение постоянной нехватки что постоянно чего-то не хватает знакомы для вас я какой-то не такой денег не хватает времени не хватает вот каких-то качества мне не хватает вот ну и так далее так далее постоянно чего-то не хватает вот пару минут назад я вас прошел спросил я ездить сейчас всегда тут чего-то не хватает или это совершенно я совершенно в действительности искать совершенно так вот в чем заключается эффективность ретрита вот которые приглашаю онлайн благотворительно вот что нам не нужно искать себя в иллюзии вот кем-то становиться вот из этой нехватки мне не хватает и я иду куда-то там вот чтобы стать собой вот а я изначально уже есть я изначально осознаю себя что я есть совершением и все что мне необходимо сделать теперь вот это просто вы высвободить свое сознание свой интеллект от программ которые создавали вот эту иллюзию что мне чего-то не хватает то есть уловить вот этот что это другое направление все что я не иду в иллюзию становясь кем-то вот я осознаю что я уже есть здесь и сейчас всегда вот мне не надо никем становиться мне просто необходимо убрать иллюзию вот что со мной что-то не так и мне чего-то не хватает высвободить свое внимание от того чтобы направлять его на нехватку куда внимание туда энергия вместо того чтобы направлять внимание на недостаточность и нехватку постоянно вот осознать себя как творца вот и направлять внимание на то что я намерен реализовать действительности куда внимание туда энергия бог через наши глаза через наше внимание создает действительность из волны кванты собираются форму класс до меня дошло держись состоянии здесь сейчас направляешь внимание на то что хочешь чувствуешь отклик и действуешь по отклику да супер вот но ретрит вот это в принципе да это база это основа вот ретрит что дает он работает как ну в какой-то степени онлайн станция сам но тут самообслуживание так скажем самообслуживание этого аватара то есть выгрузить вот эти программы которые выдергивали из вот это вот то что я сейчас прочитал быть здесь сейчас всегда и направлять внимание на то что ты откликается тебе это чувствуешь на твой идеальный мир который из тебя исходит вот в это тоже вот в этой иллюзии просто много понятия не искажены вот идеала не существует совершенство не существует ответственность это груз вот это еще сложное скажем так восприятие ответственность это свобода действует так как я чувствую и и идея идея и идея в это тело это я это идея или нет бога если так вот взять но идеально вот а в иллюзии то ну ты какой-то идеальный то есть это может даже быть негативным каким-то восприятием понимаете так вот это из-за этой идея бога вот я сейчас буквица у меня под рукой нету буквица буквица это то что до алфавита было вот это когда каждая буквица в каждая буквица за собой имеет прям огромные образы образы вот и первая буквица это ас это не последняя буква я ас это это кстати в болгарском я так и остался ас вот ас первая буквица вот и азы но в буквице там так написано аз есть бог сотворяющий на земле то есть это не то кем я становлюсь вот в этой иллюзии куда-то иду собираясь опять куда-то по частям а здесь бог сотворяющий на земле ас изначально рождается здесь то есть это творящие творящий принцип дух творящий рождается здесь хорошо значит сбился немного что там говорил да по поводу синдрома люцифера нет там не буки не буки нет буквицу посмотрите там другое синдром люцифера чувство нехватки что постоянно чего-то не хватает то есть вот это необходимо уважать еще один из при из признаков люцифера вот этого вот этой иллюзии что вам чтобы быть собой необходимо от чего-то отказаться сейчас дайте обратную связь кто знаком с таким ну это там на протяжении тысячелетий это было чтобы быть собой надо там отказаться от семьи от не знают социума от каких-то благ вот то есть чтобы быть собой необходимо отказаться от чего-то а это это иллюзия то есть во первых не надо нету недостаточности и не надо необходимости от чего-то отказываться все вашем распоряжении в этом моменте так не ощущается конечно в этом моменте этого нет то нет это только в иллюзии не отказать необходимо отказаться от вранья себе серёга пишет это тоже это туда же все равно надо чего-то отказаться понимаешь просто быть честным все причем от чего-то отказываться берешь качество необходимое все так есть хорошо и теперь держим состояние я наблюдатель 1 дыхание сейчас вот раскрылась по поводу реальности которая загружена была вот и действительность по ада по поводу идеальности вспомнил что я говорил то есть идея вот тут вот в этом состоянии если вы будете оставаться в этом состоянии так или иначе вы начнете осознавать вот это то что исходит из вас тот мир который исходит из вашего духа вот и который вашим духом создается здесь как вот в этой иллюзии еще внимание наше захватывается и направляется на то что мы не хотим с помощью разного рода негативных программ если в психике есть негативное отношение к чему-то что будет психика на автомате с этим делать бороться сопротивляться ожидать когда закончится куда внимание туда энергия поэтому все вот эти негативные программы которые загружены и направляют внимание на то что вы не хотите куда будет негативные программы направлять внимание ваши на то что вы хотите ли на то что вы не хотите какие например раздражение ненависть недовольство страх там обиды чувство вины сопротивление там отрицание на что будет направлять ваше внимание злевотворящее которое создает действительность на то что вы хотите ли на то что вы не хотите но то что не хотите вот улавливаете тогда как эти программы работают захватывать ваше внимание направляя на то что вы не хотите но откуда эти про откуда эти программы негативные необходимо удалить там извне надо там побороться с тем куда они направляются или убрать программы которые захватывают ваше внимание и направляют на то что вы не хотите и не обращать на них внимание не сильно получится потому что если программа стоит она все равно энергию вашу то есть ваше внимание захватывает вот поэтому я тут вижу такой способ более эффективный что его не эти программы необходимо выгрузить удалить как ну метафора такая вот выхода на компьютер у вас на смартфоне какая-то программа ненужная или наоборот глючная что вы с ней делаете да инсталлировали ее все куда надевается засоряет она пространство или нет когда вы ее до инсталлируете да нет все исчезло и все вот таким образом но если метафорично ведь антивирус включите да можно в какой-то степени вот ретрит тоже как антивирусные как антивирусные тоже воспринимать хорошо теперь я иноплатель одно дыхание этот момент в этом моменте есть полнота жизни давайте тут еще есть что то что в этом моменте не хватает вот смотрите все тут есть все хватает моя цель недавнего времени удалить негативные программы супер супер да всего хватает смотрите если вот да не не может быть что-то всего хватает откуда сейчас это с той загруженной реальности синдром лицефира постоянно чего-то не хватает то есть это настолько представляете что ну то есть все люди в мае живут все люди в мае оказались в иллюзии вот конечно это не как бы не просто мысль вот мы сейчас с вами то есть это нормально так прогруженная программа для того чтобы брать вот это чтобы вот это состояние присутствие в настоящем моменте присутствие при сути было перманентным постоянным вот то есть необходимо наработать некие навыки в своем интеллекте до этого нарабатывались навыки жить в иллюзии борьбе с тем что я не хочу и отдавать туда энергию создавать то что я не хочу таким таким образом теперь мы убирая программы забираем внимание из того что я не хочу вот направляю внимание на то что я намерен реализовать своей действительности понятно программы что чего-то не хватает моменте все равно светлана как они фонят как они фонят я и наблюдатель одно только если ты не моменте в моменте не может фонить и ты сконцентрируйся сейчас прямо на моменте дыхания прямо на минуте дыхания не думай что ты сконцентрирован на моменте нам на этом моменте а сделай это давайте еще парочку таких моментов чтобы прояснилось тут сейчас сделаем держим внимание здесь сейчас все здесь прямо прямо наведите резкость дыхание этот момент наведите резкость даже в глазах наведите резкость в том что вы видите прямо сейчас что-то можете подумать про этот момент про этот момент что если вы что-то подумаете это будет про прошу про прошлый момент так или нет можете представить этот момент это все будет про прошлый момент что это значит что думать или представлять в действительности это медленно для действительности это медленно вы не можете действительность не представить вот не подумать про неё это всегда будет про прошлое то есть вот это измерение психики там где наши мысли она медленная для для этого момента вот этот переход когда мы освобождаемся от программ медленных которые с нас держат в этом ментале и возвращаем себе способность естественную присутствует в настоящем в действительности а в действительности нет ничего что не хватает вот и в действительности я творец я куда внимание туда энергия заходит ну понятно сейчас у нас такой как бы вводные эфир и он ну в какой-то степени но не то чтобы он поверхностно поверхностно в том плане что мы с разбором самих программ не занимаемся вот в эфире в этом вот но сам само осознание сам вкус вы можете сейчас почувствовать как формировать я хочу на грите зачем тебе хотеть тебе не хватает тебе не хватает того что ты хочешь это же синдром люцифера нехватка понимаете даже это вам кого-то ей было такое убеждение что чтобы жить надо мечтать или надо чего-то хотеть понимать мне не хватает каких-то желаний мне не хватает желания нехватка да необходимо это будет выбрать вы убрать удалить то есть куда внимание то и создаю ну смотрите сами давайте без сейчас чтобы они не на веру мою принимали держитесь в этом моменте я наблюдатель одно дыхание мысли нет представление нет это медленно то есть если вы сейчас начнете на мысли на представление это будет из прошлого приходить вот в действительности джуди спенса кстати говорит что когда вы здесь и сейчас в онлайн вот он там это прямо называл сквантовым полем вот но я говорю что вы когда здесь сейчас в онлайн с богом бог здесь проявлено если вы не здесь сейчас там в этом в реальности в кино в мыслях представлениях вы оффлайн ну прямом смысле сейчас вот как компьютеры у нас появились это уже прямо классно метафорично понятно онлайн онлайн вы любую информацию что это значит что у вас любая информация вся необходимая вам доступна прямо сейчас вот когда вы оффлайн в трехмерной от этой матрицы вот тогда вы вам на и вам необходимо искать где-то точку кто раздаст вам вай-фай понятно похоже как в онлайн все сами сами вам ответы приходят необходимые из вашей гениальности дух с латинского это гений дух и гений это одно и то же дух это животворящий принцип то есть ваша гениальность это вы есть понимаете это дух проявлены здесь вот из вашей гениальности из вашего канала приходит тот тот поток необходимой информации и того что вам реализовать что вам необходимое там кто-то пишет екатерина пишет не хватает воли я про себя так думала всегда теперь в моменте всего хватает всего хватает что необходимо будет сделать разблокировать этот аватар разблокировать этот аватар чтобы высвободить от программ вот этих внутренних конфликтов энергию вот в том числе эфирную в теле вот внимание свое высвободить хорошо значит чувство дома есть что у нас уже чувство дома есть как уже сейчас жить полной жизнью это я сейчас читаю с наметки свои на этот эфир как же сейчас жить полной жизнью ну что мы тут видим что только сейчас и можно жить полной жизнью давайте тут еще такой момент из из того из того из того кино вытащим кого какое было представление по поводу где кульминация вашей жизни прошлом в будущем в кино в кино просто так немного так вспомните давайте оттуда заберем где кульминация вашей жизни будет когда-то в будущем было кино в будущем а в действительности где кульминация вашей жизни сейчас всегда всегда сейчас вы все время в кульминации находитесь это и эта кульминация это не значит там или или вы сейчас на пике энергетики своей или вы сейчас легли отдохнуть и поспать это все равно кульминации так или нет вы все время на гребне волны все время на все время на гребне это им этого момента даже если это последний вдох в этом теле это кульминация это кульминация это не в прошлом где-то там когда я был какой-то молодой и сильный все время кульминация здесь оргазм оргазм кстати как раз раз азм 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 которая есть помните азм орх ну как организация можно сказать азма так а когда вы не в оргазме там где чего-то не хватает ну понятно что это ощущение которое вы там можете как физически с вами но когда вы все время в кульминации находитесь понимаете в своей жизни в каждом моменте не только когда это сексуальный оргазм в каждом моменте находитесь кульминации присутствуете так хорошо значит по поводу как уже жить полной жизнью сейчас ответ у нас есть единственный вопрос теперь привести этот аватар в это состояние вот чтобы он был способен жить полной жизнью сейчас всегда есть как перестать страдать еще следующий вопрос садхуру такой ролик как-то мне попался он очень крутой как раз он так и назвал как перестать страдать и он такой пример перед привел а да во первых что слово будда будда это не имя будда это санскрита как можно сказать как некая слову составное слово бу это будхи интеллект да это ада над интеллектом то есть будда это означает тот кто над интеллектом я и наблюдатель 1 соедините сейчас дыхание этот момент будда это тот кто над интеллектом то то способен управлять своим интеллектом вот вот когда мы осознаем себя в этом моменте у нас появляется возможность овладеть интеллектом осознать подняться над ним осознать что мы реализовываемся здесь через интеллект не заложники интеллект интеллектуальной системы и вот этих программ которые в интеллекте загружены вот а мы способны выгрузить эти программы и владеть этим интеллектом для реализации себя своего предназначения так вот да и садгуру говорит пока вы в интеллекте вот это непрерывное страдание интеллект с этими программ ну то есть но вообще на самом деле не интеллект а вот эта реальность способна создавать страдания еще угодно нет у вас детей вы страдаете от этого появляются дети страдаете от этого нет работы страдаете от этого появляется работа страдаете от этого нет отношений там женщины мужчины страдаете от этого появляется женщина мужчина страдаете от этого интеллект способен создавать страдания чего угодно это источняет не интеллект а вот эти даты реальность это программа понятно да то есть единственный выход это подняться над интеллектом вот я есть будда вот когда начался этот карантина началась, вот эта вся кутерьма, вот, и мне просто пришло такое сознание, что живыми останутся только Будды. Вот, а потом я осознал, что вообще живыми и являются только Будды. Потому что остальное это просто интеллект, и это интеллектуальная программа, и некие представления. Вот, так вот, как бы там тебе это верилось, не верилось, ты истинный, это Будда, тот, кто над интеллектом. И сколько, это когда-нибудь, скажем так, вы можете это потерять в действительности? Понимаете? Вы не можете это потерять, это я есть. Просто, вот, мы тут на земле пришли вот себя осознавать в этой иллюзии, в этой реальности. Вот, и благодаря вот этому тренажеру, вот у нас есть возможность вот собраться, и вот этот творящий принцип в себе открытий здесь тоже. Хорошо, значит, дальше. Как перестать страдать? Есть ответ? Или надо уточнить? Есть? Или надо уточнить? Давайте я уточню, я смотрю, не все подняли пальцы вверх. Вот, необходимо выразить программы недостаточности вот этой иллюзии, что вам чего-то не хватает. Осознать себя, что я есть здесь сейчас всегда совершенен. И ответственность себе вернуть действовать по своему отклику, по чувству истинного я. И если вы в каждом моменте будете делать то, что вы чувствуете, вы будете страдать? Понимаете? Как перестать страдать? Понятно? Дальше. Как перестать поддерживать своим вниманием негативные сценарии? Ну, вот это вот выгрузить эти сценарии, в принципе, то, что в ретрите мы будем делать. Убирать негативные программы. В принципе, давайте такое еще вам покажу. Я думаю, что вам будет интересно многим. Я и наблюдатель одно. Дыхание. Держим этот момент. Концентрируемся. Концентрируемся. Прямо вот момент дыхания. Посмотрите, есть ли что-то внутри вас в действительности порочное? Есть ли вообще в действительности что-то порочное? Давайте так. Не смотрим в кино. Просто смотрим. Есть ли что-то в действительности порочное? Есть ли что-то в действительности скверное? Не смотрим там то, что вы там типа из той реальности знаете. Вот в действительности. Прямо сейчас. Есть ли что-то порочное или скверное прямо сейчас? Есть ли что-то негативное в действительности? Не только Будда ты. Ты еще Святой Дух. В Святой Дух нет ничего порочного, скверного и негативного в действительности. Не в тебе, не в действительности. Тогда, если вы вдруг где-то встречаетесь с чем-то порочным, негативным, скверным, допустим, в том кино, откуда это необходимо выгрузить? Бороться с этим скверным, порочным вовне? Или выгрузить эту программу из своего интеллекта, который создавал вот эту иллюзию, что надо с чем-то бороться и на кого-то накладывать? Из себя, из себя. У меня Добрыня, я когда вот это размышлял, ну не размышлял, пришло сознание, что у нас нет ничего порочного, скверненного. Вот, и то, что мне приходило в виде этого, я понял, я осознал, что это просто программа внутри меня. Так показывало, что вот, смотри, вот тут вот такое, тут вот такое. Мне необходимо из себя это удалить. Вот, и Добрыня мне в помощь, Добрыня, четыре с половиной года сын, сидит такой на диване, говорит, папа, можешь заусенницу мне убрать? У вас какие мысли по поводу этого? Ну, там, может, подгрузились в старой реальности. Вот, и он мне прямо показывает, ты можешь, говорит, мне заусенницу убрать? И сейчас, смотри, передо мной сидит свой твой ребенок, показывает мне, можешь просто заусенницу убрать? Как вот за загруженную, вот, к этому можно по-другому отнестись? Понимаете? И так на все. Понимаете, что необходимо? Как эту реальность, если, слушай, что это такое вообще? Куда внимание, туда энергия. Давай негатив, сейчас к этому начнем относиться негативно, и будем этим подпитывать свое внимание. То, что за этим в нашей реальности, то и могло стоять. Показал пример? Ну, как, что значит, замечать, что все, что мы видим скверное, там, порочное, негативное, вот это подгруженная просто программа внутри нас. У себя удаляем. И тогда вот этот азмеизм, бог сотворяющий на земле, высвобождается в полной мере. Потому что иначе приходится бороться с вот этими программами. Это вот о том, как перестать поддерживать своим вниманием негативные сценарии. Вот, конечно, тут может быть страшновато, потому что там же из разных пабликов, из всего, там летят разные новости. Вот, ну, тут как раз вот необходимо, ну, будем мы со страхами тоже работать. Вот этот, как со страхами... А, кстати, мы уже работали со страхами. Кто не был на эфире про страхи, пересмотрите. Там в чате есть один из первых, первый наш вводный эфир, как освободиться от страхов. Как выгрузить программы страха и паники. Вот, и тогда, конечно, вот присутствует в настоящем, ну, естественно и просто будет. Как уже сейчас не ждать, а реализовываться. Я и наблюдатель одно. Там для тех, кто там тоже писал, что я жду. Серега сфотографировал класс на этот, на новую книгу, на обложку поставил. Хорошо, смотрите. Как не ждать и реализовываться? У кого было такое представление, что вы будете счастливы в будущем? Артём, ты не пиши, у тебя уже давно такого не было. Те, кто недавно только сейчас подключился или первый раз смотрит эфир, ну, признайте, да, было такое впечатление, что вы будете счастливы в будущем. Сейчас вот из действительности, я и наблюдатель одно, дыхание, этот момент. Жизнь где живая происходит? Может она в будущем вообще быть? Кульминация в будущем может быть? Вот, этот момент. То есть, тут вообще необходимо, это вот это тоже, как из этого, из синдрома Люцифера, выгрузить вообще идею, что вы вообще в принципе можете быть счастливы в будущем. Просто осознать, что вы никогда не будете счастливы в будущем. Это невозможно. Будущее в этой трёхмерной иллюзии всегда в будущем. Как бы это больно сейчас не было признать, вот это выражение «всё будет хорошо», я буду счастлив в будущем. Вы никогда не будете счастливы в будущем. У кого была идея, что вы просветляете в будущем? Никогда вы не сможете просветлить в будущем. Это невозможно. Папа Джи, когда спрашивали его, что такое просветление, он говорит, просветление – это самая простая вещь в мире. Вам не надо никуда идти, ничего делать. Это просто здесь и сейчас. Это просто здесь и сейчас. Вот, поэтому вот это «я буду счастлив в будущем», мне чего-то не хватает для счастья в будущем. Вот это тоже из этой программы. Вот необходимо удалить и осознать. Вот, ну, возможно, сейчас через осознание вы это… Помните этот… Сейчас у меня нет предметок, чтобы показать. Помните вот эту картинку ослик, ослик, у которого морковка впереди висит, там, на удочке или неважно на чем. Вот и ослик идет за этой морковкой и не может ее никак догнать. Да, знакома картинка такая? Ну, вот это примерно иллюстрация. Я буду счастлив в будущем. Все внимание вернуть сюда, в этот момент. Там, где живая жизнь, в действительности. Вот, и счастье, если расшифровывать, вот, то это не радость, как у нас, как нам в детстве могло показаться, что счастье – это радость. Счастье – это сейчас я есть. Счастье. Вот, на украинском «счастье» – это сейчас. Счастье – это сейчас. Не когда-то там другое. Вот, то есть, что это значит? Это значит, необходимо полностью убрать вообще какие-либо ожидания или надежды. Надежда умирает последней. Убить эту надежду на счастье в будущем. Это невозможно. Это сейчас, вот, вернуть в себе ответственность и внимание полностью здесь и сейчас. И тогда как не ждать? Тогда как не ждать, становится понятно. Потому что ждать нечего. Но и опоздать вы никуда не можете. Так или нет? В действительности вы можете куда-то опоздать? В кино можете. Вот, а в действительности нет. И ждать нечего. Поэтому вот этот следующий эфир про ответственность, он как раз про это. Когда вовремя? Когда отклик? Когда вы чувствуете? Вот это вовремя. Сейчас вы делаете. Не откладывайте. Нету программ, которые вас или откладывают. Потому что вот это я буду счастлив. Да ладно, я подсознательно. Это тоже как отсрочка идет. Нету, нету, нету. Не можете отложить. Ничего. Всему свое время. Вот вы чувствуете и делаете. Так, хорошо. Как уже жить прямо сейчас и реализовываться? Ну, вот это еще ответственность. Вы посмотрите, у вас сложатся эти пазлы. Вот, если у вас было ожидание, то есть вы не можете, не будете счастливы в будущем. Просто вы выгружаете, стираете свое восприятие. Только сейчас. Вот, и сейчас у вас появляется возможность уже тогда опираться на то, что вы чувствуете и не откладывать действия вот в моменте, когда вы чувствуете, что сейчас не в кино, что, а я там, мне необходимо что-то сделать. Или, а, ой, я ничего не делаю уже там сколько-то времени. Вот, и я там себя негативными программами это поддерживаете тоже. Все, это все выгружаете. Хотите отдохнуть, посидеть, понаслаждаться там природой? Делайте это. Чувствуете отклик там, начать какой-то проект? Делайте это. Понимаете? Все, в моменте. Ну, как чувствовать себя дома, где бы ты ни находился? Такой еще вопрос у меня был. Это ясно сейчас? Вы не можете чувствовать себя не дома. Вы можете куда-то из этого момента вернуться? В действительности. В действительности вы можете из этого момента выпасть? Вернуться куда-то, в старую реальность какую-то? В действительности вы можете это сделать? Понимаете? То есть, это только вы люди. Поэтому, вот, вы вот эту опору у себя держите, что в действительности вы никуда не, вы не можете не потерять себя. Я ездил сейчас всегда. Не выпасть из этого момента. И этот момент, он всегда здесь. То есть, там, вы куда-то идете, ваш дом здесь. Этот момент. Этот, Экартоле, классное очень выражение, он прямо как руководство к действиям. Этот момент, твой дом. Устраивайся поудобнее. Устраивайся поудобнее, вот, чтобы в твоем аватаре, в твоей психике не было неудобств в этом моменте. Что тебе чего-то не хватает. Вот, что ты какой-то не такой. Что тебе надо что-то сделать, ты будешь счастлив, а ты сейчас несчастлив. Устраивайся поудобнее в этом моменте. Чтобы ты в этом моменте, в своем доме, вот, чувствовал себя счастливо, вот, и полно, полноценно, вот, реализовывался. Все, вот, 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 вот это фактически в ретрите необходимо привести в порядок. Чтобы в этом моменте вы чувствовали себя полноценно и полно. Все. Так, хорошо. Выпасть только в ум. Вы даже в ум не можете выпасть. Это, это иллюзия. Понимаете, как вы можете выпасть в ум? Вот, вы вообще, представьте себе, как вы можете выпасть в ум? Я буду выпасть в ум. Ум во мне находится, понимаете? Не я в уме, а ум во мне находится. Не быть рабом в своем чувственной природе. Хорошо, ладно. Значит, ладно, давайте еще все-таки покажу короткий такой момент, куда это все дальше, вот, такое вот проживание в моменте вас может привести. И, на самом деле, ведет наше коллективное сознание. Я сейчас открою демонстрацию экрана быстренько. Вот, вот такой цветок жизни. Видно? Да? Цветок жизни. Вот, в принципе, это, ну, древний символ такой, который показывает структуру, ну, в принципе, как все устроено. Вот, и вот на этом символе можно увидеть, например, видно сейчас курсорчик, я показываю, да? Вот, что символически можно увидеть, что вот этот круг, допустим, это я, ну, или ты, неважно, я. Вот мой центр, я есть здесь сейчас всегда. И вот эта сфера моей реализации в этом воплощении, в этой жизни. Моей гениальности. Сфера реализации моей гениальности, моей сути, моей природы, моего предназначения, то есть всего. Вот, ну, понятно, что это очень, ну, скажем, упрощенный, но тем не менее, чтобы как символ понять. Вот я, вот, вы из своей сути реализовываетесь. И рядом с вами находятся и реализовываются такие же пробуждающиеся, пробужденные Будды, которые тоже из своей сути реализовываются. И вот его круг реализации, его гениальности, вот его предназначения. Вот, и вот там, где эти сферы пересекаются, вот тут есть такое вот пространство, такое, ну, в общем, такая фигура. Вот это место пересечения, вот это пространство пересечения, там, где наши гениальности синеретически, ну, имеют синергию. То есть наши качества приумножаются. Вот, и в этом пространстве, там, где наши гениальности соединяются, открывается пространство, которое обладает новыми качествами, которое не имели по отдельности каждый из нас. Это понятно? Понятно? Вот, то есть, а вот это уже процесс творения, который вы не можете заранее запланировать, потому что вы себя осознаёте, свою гениальность осознаёте. Вот, но когда с другим вы входите во взаимодействие, у вас там на резонансе каких-то общих предназначений, общих целей вы входите, то в этом взаимодействии у вас появляется, ну, это фактически, я так вижу, что это как портал. Вот, даже в этой трёх, вот в этой старой реальности, вот это портал, вот как раз и есть бог сотворяющий на Земле. Вот, когда третий подключается к вам, вот такое пространство, где уже три синергетические гениальности гения соединяются. Четвёртый, вот уже, ну, тут он типа меньше, так, но вот уже такое, вот ещё больше, то есть ещё более синергетический эффект. Вот, и я вижу таким образом, что, и мы это, в принципе, в своей команде видим, и видим, как развивается поле, что сейчас коллективное взаимодействие переходит вот в горизонтальную такую, скажем так, структуру взаимодействия, когда не кто-то из пирамидки главный, вот, говорит вам, что делать, вот, и вы делаете как раб, вот, а я в центре своей жизни, я чувствую, что мне делать, я откликаюсь, я в каждом моменте делаю то, что чувствую, рядом со мной другой делает то, что он чувствует, вот, каждый в центре своей жизни находится, вот, и сейчас мы уже видим, что, в принципе, уже у нас достаточно большой кластер, ну, то есть уже начинает собираться вот этот свисток жизни сначала кластерами, там, три, пять, вот, может быть, больше, вот, а потом эти кластеры тоже начнут соединяться, и вот этот такой процесс самоорганизации, он уже, вот, в принципе, этот процесс описан, там, в спиральной динамике или где-то, там, в интегральном подходе, вот, как бирюзовой организации, вот, и есть, вот у нас этот ретрит, фактически, ретрит, который я вас приглашаю, в описании, там, смотрите, подключайтесь, там, если кто-то на ютубе будет смотреть, фактически ретрит, это бирюзовая организация, все тут добровольно, все по своему отклику, вот, и участники, кто проходит, и организаторы, вот, и я, вот, все по своему отклику, и вот, это один из таких, как бы, примеров, вот, этой самоорганизации, когда поле самоорганизовывается, и появляется, и это работает как портал, понимаете, вот этот ретрит, вот, это фактически, как портал другое измерение, я его так и воспринимаю, то есть, вот, вроде бы, та реальность, которая, ну, подгруженная, и тут раз, вот, в действительность, портал в действительность, где азмь есть бог сотворяющий на земле, вот, поэтому для меня, вот, ценность этого ретрита, почему я благотворительные делаю без гаданий по оплате, вот, потому что это для меня возможность в этой действительности быть, понимаете, для меня это возможность открывать вот эти порталы, открывать этот портал в это измерение, но новое измерение, там, где в действительности я, азмь есть бог сотворяющий на земле, вот, и еще ретрит работает таким образом, что сознание всех участников, так как вот я вот эти круги показывал, только там, там, три, четыре, а тут сознание всех участников соединяется, то есть, коллективно, вот, это пространство создается вашей гениальностью, вашим духом, вашим сознанием, вашим вниманием, и ретрит работает как живой, как живой организм, вот, то есть, он сам по себе живой, вы приходите в ретрит со своим намерением, вот, и многие приходят, там, третий, четвертый, пятый раз, даже, уже там проработались, уже не, может, даже и нечего там сильно прорабатывать, но использовать ретрит, вот, как, как вот это живое пространство, в котором намерение реализуется, вот, вот, поэтому, вот так вы еще можете, кроме, ну, если вам необходимо выгрузить вот это ложное, вы это делаете, но, кроме того, вы берете свое намерение, вот, и входите со своим намерением, и намерение в ретрит, ну, в пространстве ретрита, они как суммируются, приумножаются, вот, и вы не сами один на один со своим намерением теперь, вот, а вот поле всего ретрита реализовывает ваше намерение, вот, ну, вот, вот, вот эта магия тут еще происходит, поэтому, ну, вот, вот такой еще бонус, на что вам обратить внимание, когда будете входить в ретрит, поисследуйте, какое у вас намерение, намерение я вам рекомендую, вообще-то, на самом деле, намерение в действительности ваше реализованное, вот, и вы это сами увидите, когда, можете сейчас и сами посмотреть, там, соединить наблюдатель, ощущение я, дыхание, этот момент, вот, но все равно в ретрит я предлагаю вам входить с намерением для того, чтобы, вот, простроить вот это, скажем, поле свое, поле свое, где ваши намерения, ну, все время реализованы, намерение я предлагаю осознавать таким образом, то есть, не отталкиваться от того, чего вы не хотите, а осознавать то, что вы намерены реализовать, вот, потому что куда внимание, туда энергия, если вы хотите из чего-то избавиться, чем-то побороться, ваше внимание будет идти туда, вот, ну, к примеру, так вот, я, там, намерение, жить полной жизнью здесь сейчас всегда, или, там, осознать себя и реализовываться на полную, или, ну, вы смотрите, что вам, вы свое смотрите, свое, там, может быть, со здоровьем, жить в здоровом теле, вот, жить полной жизнью, вот, ну, смотрите, свое намерение, вот, то, что, скажем так, в иллюзии в это и мешало, этому намерению, как будто бы, вот, оно в ретрите будет уходить, поэтому сильно, там, акцент, то есть, вообще акцент ставить на том, что вы не хотите, не надо, вот, потому что в этой иллюзии у нас хорошо прогружено знать то, что мы не хотим, и туда направлять свое внимание, так или нет? я знаю, как я не хочу, а как я хочу, как я вообще намерен жить, вот, и тут, вот, важный вот этот момент, осознать, что, возможно, у вас есть неверие того, что это может быть, что, вообще-то, как вы, вот, полностью, как вы намерены и хотите, что это возможно, вот, вот это неверие, ну, как осознать и не дать ему, ну, не дать шанса, чтобы вы свое намерение каким-то образом преуменьшили хотя бы, понимаете? То есть, так, как вы, так, как вы намерены, так, как вы хотите по полной, неважно, там, в конце этого ретрита у вас это раскроется, или, там, чуть-чуть позже, здесь работает намерение. Куда внимание, туда энергия. Вообще, вот в этом, в земном пространстве работает только ваше намерение. И у нас в команде есть участница, она когда, там, ну, еще пару лет назад ходила в это поле, вот я просто помню, там, денег не хватает, хотя она, там, мастер, там, практик, единоборцы гуна, там, тай-дзы, в этой иллюзии все время что-то не хватало, денег не хватает и так далее. Сейчас прошло несколько лет, машина новая, она беременная, вторым ребенком, в семье все у нее идеально, она заходила, когда, с вопросом, разводиться или не разводиться со своим мужем. Вот и всего не хватало, понимаете? Ваше намерение, куда ваше внимание? Соотворяете вы своим вниманием, соотворяете, вот, действительность. Хорошо, друзья. Так, зашла вам информация? Класс, класс, благодарю вас, благодарю. Хорошо, значит, следите в чате, смотрите информацию, когда будет следующий эфир, поставьте чат, если намерены участвовать себе, там, где-то закрепите его вверху, чтобы вы могли не пропускать анонсы, там, следующих эфиров. Вот, и до встречи в этом поле дальше. Пока-пока.